Ой, выскочили. Вон отражение наше. Ну очень красиво. Прям, смотрите, как мы плывем над этой штукой. Я прям не могу, друзья. Это хрен с ним с карантином. Пусть меня заберут в полицию, но я хочу еще. Я хочу еще! Эх, слушайте, это просто восторг. Это какой-то детский шалости какие-то вот. Здравствуйте, глубоковажаемые любители кланерного спорта. Мы набираем рядом с лентикулярными облаками красивыми. Мы почти набрали 5800 метров, сейчас 5400. Набор стремительно продолжается. Я хочу вам снять видео, как мы сейчас наберем 5800. И опустимся к лентикулярам, потому что нам нужно вниз опускаться. У нас уже вечер, нам скоро на посадку. Через 25 минут будет комендантский час. Вот этот волшебный звук. Вот как выглядит волна на экранчике. Вот она. Вот источник волны Пик-де-Бюр. Такая красота сегодня в Альпах. И как у нас замерзает водичка на стекле. Видите, пар образуется в узорчике. Сегодня был замечательный день. Налетались мы, конечно, в хлам. Выдышали баллон с кислородом. Вот сейчас, кстати, видно хорошо лентикуляр с этого ракурса. Вот видите, это облако. Оно на месте стоит. Оно образуется на переднем крае. Воздух поднимается вверх. Воздух при подъеме вверх расширяется, охлаждается. Влага перестает помещаться в воздухе. Образуется пар. Потом воздух начинает опускаться. Разогревается и испаряется. Мы видим облако лентикулярное, которое висит все время на одном и том же месте. Не будем нарушать airspace. Ну вот, у нас было чуть-чуть на 50 метров кредковременно больше. Прошу прощения, надо спускаться. Я сейчас попробую спуститься к лентикуляру. Для этого я буду использовать воздушные тормоза. Чтобы их применить, я должен сбросить высоту, сбросить немножко скорость. Потому что там будут встать, если я их дерну, по планеру будет удар. Опа! Вышли тормоза. Вышли на полную катушку. И я начинаю спуск. К нашему лентикулярному облаку. Вот такой, считайте, у вас триллер. Гонка за лентикуляром. Есть монтажное видео в моем любимом стиле. Как я раньше снимал. Это сейчас я снимаю много чего. У меня сдохла камера. Все замерзло. Остался телефон. И на телефон я буду снимать без монтажное видео. Как мы сейчас спустимся к лентикуляру. Оставайтесь. Оно будет скучное, занудное. Но я обещаю вам красивое зрелище. Все по-настоящему. Считайте, что это почти прямой эфир. Сколько мы сейчас снижаемся на воздушных тормозах? Вот на скорости 180 наше снижение минус 12 метров в секунду. Ветер на текущий момент дует 138 километров в час. Как на часах стрелка вращается, высотомера. Как секундная стрелочка. Видите, как красиво. 14 метров в секунду мы снижаемся. У нас лентикуляр к нам приближается. На передней его части будет подъем. А не на передней части будет снижение. Продолжается снижение со скоростью 14 метров в секунду. Смотрите, какое красивое гало. Сейчас попробуем в гало это слетать. Я уберу воздушные тормоза, и мы немножечко пошалим. Так. Немножко задираю угол атаки. И оп! Защелкиваю тормоза. Ну что? Видите, как это выглядит? Вот он, вентикуляр. Я сейчас собственное гало вырежусь. Собственное отражение в облаке. Оп! Красота! И у меня сейчас скорость 200 километров в час. Выскочу из вентикуляра и попаду в волну. Смотрите, вот сейчас в ариометре минус. На передней части нашего облака будет восходящий потоп, волновой. Тот, который мы набирали. А вот вентикуляр остается сам сбоку. Так, сейчас я выскочу из него. Ой, какая красота! И смотрите на вариометр теперь. Вот. Выходим в переднюю часть, где воздух поднимается, охлаждается, и, соответственно, происходит его конденсация. И вот смотрите, на передней части перед вентикуляром, вот она волна. Вдоль всей этой конструкции мы промчимся сейчас. Как оно выглядит. Прямо сейчас на уровне вот этого облака. Вы часто их наблюдаете. Они выглядят как такие чечевицы. Ну вот это как чечевица в реальной жизни. Вот так красиво внизу. Красивая? Я думаю, вам нравится. Мы идем без снижения. Я специально прижимаюсь к этому лентикулярному облаку. Волна стоит чуть за ним. Чуть впереди больше подъем. Ну вот. Мне же интересно рядом с ним пролететь. Но подъем у нас все равно. На скорости 200. Она все равно продолжает поднимать. Я хочу обойти облако и зайти с солнечной стороны, чтобы показать вам еще раз. Кстати, опять подъем продолжается. Чтобы еще раз вернуть у него. Красиво. Вот она красотища-то какая. Я буду рулить левой рукой. Очень сильный подъем. Видите, я на скорости летаю на высокой. 200 км в час у меня. И смотрите, я сейчас прыгну над лентикуляром окажусь. За счет скорости. Вот она красавица. Сейчас зажжется опять гала. А, вот гала сзади зажглась. Вот она. И сейчас, смотрите, опять мы в эту гала врежемся. Очень красиво, да? Опа! Я на развороте туда иду. И с таким вот. Ух! Раз! И я сейчас уменьшаю скорость, чтобы выпрыгнуть над винзой. Вот как она красиво выглядит сверху. И я сейчас опять вновляю, чтобы ее прошить насквозь на наведренную сторону. Включу на всякий случай авиагоризонт. А то достаточно глубоко его этот лентикуляр погрузился. Все-таки видимости нет никакой. Да, смотрите-ка, какой жирный попался. Увеличиваю скорость, чтобы быстрее его прошить. Ну, по авиагоризонту видно все хорошо. Вот смотрите, как летается по авиагоризонту. Сидит этот лентикуляр. Так, на самом деле, делать не надо. Это сейчас ошибка, друзья. Ну, знаете, как глубоко. Все, на самом деле, просто сильный ветер. И даже на двухстаг, как вы видите, лентикулярно-то я никак прошить не могу. Двигаюсь, ну, по картинке, по GPS-у видно, вон, где у меня был подъем. Видите, насколько сильный ветер. 200 км в час, еле вперед двигаюсь. Относительно воздуха, граунд спид всего лишь 112 км в час. Все, вот он, начало этого лентикуляра. Ой, выскочили. Вон, отражение наше. Ну, так. Так делать не надо. Ну, очень красиво. Прям, смотрите, как мы плывем над этой штукой. Я прям не могу, друзья. Это хрен с тем, с карантином. Пусть меня заберут в полицию. Но я хочу еще. Я хочу еще. Эх, слушайте, это просто восторг. Это какой-то детской шалости какие-то вот. Я сейчас в восходящей зоне. Сейчас я не буду совершать эту ошибку, которую совершил. Я слишком глубоко залез в этот лентикуляр и попробую по его переднему краю. Чуть-чуть цепану, чтобы отражение заснять. И выскочу над ним. Видите, на развороте меня очень сильно сдувает ветром. Вот опять зажглась линзочка. И я сейчас... О! Видите, два как бы получается. Между ними дырочка. Я сейчас попробую в эту дырочку. Только грибок должно выглядеть со стороны. Смотрите, вот. Гала загорится справа. Вот оно должно загореться. Что-то гала не вижу. Я, видите, иду сквозь дырочку. Нанесаю скорость. Да, сверху над нами грибочек. Видите, через такую щелочку. Но щелочку вам, конечно, нифига не видно. Видно мне. И, кстати, вот в такой штуке уже можно схватить обледенение, может быть. О! Ё-моё, мы его схватили. Друзья, вот это... Ну, жопа жопой. Но круто, что я могу вам снять. Вот тебе линзочка. Ну, так как я снимал ролик вчера про обледенение, это прям у меня крайне удачный контент получился. Сейчас мы попробуем выскочить, и я досниму так, чтобы... Блин, потеем. Как же мне заснять вам этот... Эть? Что лёд. Реально лёд. Сейчас я разворотик сделаю. На передней кромке слой льда. Сейчас, может быть, на развороте будет блестеть. Я попробую телефон высунуть в окно. Смотрите-ка, вот видите, только я подумал про обледенение. Буквально, ты посмотрите, насколько оно еле-еле, в общем-то. Какой-то туманчик смешной, да? И вот пару раз я заскочил в этот туманчик, и на кромочке у меня лёд. Ну, не страшно, чуть-чуть. Само основное крыло-то, видите, это отблёскивает. Основное крыло чистое, но больше я в облако не полезу. Вот так уже над ним сейчас проискочу. Так, время, 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 время. Время у нас... Эй-эй. Надо вниз лететь. В общем, что получается? На этой высоте у нас воздух близок к насыщению. Это я уже для ролика снимаю с обледенением. То есть влажность близка к стопроцентной в этом воздушном слое. И имеющаяся сильная волна, она вызывает подъём воздуха на переднем крае этой линзы. И вот там, где происходит подъём, из-за подъёма воздух охлаждается, расширяется. И влажность становится 100%. И происходит вот эта вот конденсация. И при этом конденсируются две капелек меньшащих тумана. Собственно, вот это у нас не льдинки какие-то, а именно вода. То есть здесь у нас вода, вот в этом облаке. Представляете, на высоке 4200 метров, 300, у нас вода. Я просто в полном восторге. Температура, чтобы вы понимали, сейчас здесь минус... Ну, у нас выхода земли где-то градусов 10, 7 градусов на километр. Ну, вот 4 километра, а ещё 28 градусов. Ну, то есть здесь минус 20 где-то. Лёд не тает, немножечко его есть. Ну, прикольно. Отлично. Вот прям снимал ролик вчера, и видите, как сегодня схватил на большой-большой высоте. Но я в линзе уже ловил обледенение, только я ловил воду, которая текла по крылу, это было ниже на 3 километрах. А в этот раз я, пройдя через облако, схватил... Вот, это хорошо сейчас видно, на кромочку лёд. Вот, зашибись. Я в восторге, друзья. Такого кайпа давно я не испытывал. Давайте, крайний проходик. Полюбуемся на этой великолепии. Посмотрите, какая линза здесь ещё выросла. То есть, при этом мы сюда, мы здесь недавно летали, ничего такого не было. А сейчас вон какая конструкция трёхэтажная, как гриб. То есть, это я потом фотографию сделаю, когда ближе к аэродрому полечу. Как она с аэродрома выглядит. Облако больше не лезь. Ну, и вот оно, солнечное, вот оно гало. И вот оно, многоэтажечка наша. А-а-а, кайф! Кайф! Растёт, высоту растёт. Это значит, что влажность увеличивается. А, говорили, что завтра будет дождь во второй половине дня. Вот более вот влажная воздушная масса приходит. И, соответственно, мы будем иметь, скорее всего, дождик. Ага, загорелось. 141 км в час в литр. Почему, собственно, вот я на двухстах или вперёд лечу? Литерочек 141 км в час. Чуть сбоку к ветру, и меня просто сдувает в эту линзу. Задувает в неё. Я вам помашу ручкой кислородом. Всё, разворачиваюсь в сторону аэродрома по тому же время. И выпускаю, уменьшаю скорость. Спускаю воздушные тормоза. Будем опускаться, заодно снимать вам. О, кстати, сейчас отлично вид для обледенения. Посмотрите лёд. Так он и не тает у меня. Ну, правильно, потому что... Почему в облаке может быть пар? Потому что, когда воздух подымается, он, конечно, охлаждается. Потом начинается конденсация. И при конденсации воздух нагревается. То есть, когда воздух конденсируется, почему он нагревается? Ну, в законе физики. А вы, когда руку, например, намочили, у вас рука охлаждается за счёт того, что вода испаряется. То есть, вода испаряется, на это тратится энергия. А в данном случае вода конденсируется, энергия выделяется. И плюс ещё надо понимать, что вот этот пар отрицательную температуру имеет. Но при этом он в виде капелек жидкости, которые при ударе... Ну, микро капелек таких. Микро-микро. И вот, когда оттуда облетает, например, планер, то на его поверхности осаждается вот этот вот наш лёд. Прямо шикардос получился контент. Вот она линза, я под неё опускаюсь. Посмотрите, какой... Вот это прям вот... Блин, был бы прямой эфир, было бы ещё круче. Но что делать? На такой высоте связь не ловит. Я сейчас сдулся по ветру, чтобы... Ну, кстати, не такое же большое снижение. Сволишь 8 метров в секунду. Ну, вот она линза у вас. О, вот она красавица. Вот мы под неё. Мы через неё летали, представляете? А вот роторное облако, перед которым волна стоит. А мы опускаемся вниз и идём в свою долину. Наш аэродром вот блестит. Блестят солнечные панели рядом с аэродромом. Минус 14 метров в секунду, наконец-то, снижение пошло. Минус 15. Ну, чтобы вы понимали, насколько у планера есть возможность быстро снижать. Минус 17 метров. Но это потому, что я в зоне за волной. То есть волна, как вы понимаете, вот она справа от нас осталась. А я за волной в самых, что ни на есть, жёстких минусах. Высота. 3 700. Кстати, как послются. Мы так, если не уберём воздушные тормоза, мы до аэродрома не долетим. Приход на аэродром на 1000 метров можно сливать. Высоту спокойно. Сзади нас вот этого чудовища. Я вам поснимаю. Как это всё выглядит. Ого! Знаете, как мы валим вниз? Такое снижение тикое на воздухных тормозах. Ну, 12 метров в секунду. Да, таким темпом мы до дома не долетим. Не уменьшаю скорость. Сейчас защелкну тормоза. Оп! Солнце подсвечивает. Видно, ещё на кромке лёд так и не растаял. Высота у нас 1800 метров. Всего лишь. Как быстро я скинул высоту 1200. Чем сильнее турбулентность, тем меньше скорость нужно держать. Я бы сейчас домой с удовольствием на 270 летел, как может мой планер. Но в 270 мы рискуем, что-нибудь планер рискуем разобрать с такой скоростью. Потому что, вылетая в турбулентность, пускай крылья изгибаются. Надо, конечно, оптимальный какой-нибудь выбирать угол движения, чтобы попасть в минимальное количество вот этих злых роторов. Ну, мне уже, в принципе, всё равно. Я почти на аэродроме, лететь недалеко осталось. Фу! Так. Ого! Ого-го-го-го! Чем хорош Минстраль, тем, что во время Минстраля очень классная видимость. То есть, видите, продуло всё. Такая прям красотища. Поля зелёные. Азимлы всякие взошли и прочее. Мы влетели в новую волну. Видите, вот здесь стоит волна. Ну, мы, собственно, в ней и набирали. Наша гора Арамбар, с которой мы взлетали, на которой мы высоту изначально набирали. Ветер сильный. Сейчас будет весело. Заход на наш аэродром исключительный от горы. Ветер дует мне сейчас в попу. А вы помните, какой он был сильный. И вот мне сейчас надо на этот аэродром приземлиться. Я буду делать заход от горы... Ну, вот, по руслу речки пройду, призмусь к склону и от склону зайду на полосу. Вот такой веселенький заход. Очень было весело с вами. Я надеюсь, что и вам весело. Смотрите посадку. Огонь! Кстати, лед до сих пор не растаял. Сейчас я увеличение включу. Вот, смотрите. Отражаются, как замечательные облака у нас. И видно, что передняя кромка вся мохнатая. Вся во льду. Вот она на фоне склонов. Вот красотища-то какая. Как мне повезло вообще, что я это заснял. Сверху в 1 недели, когда увидел, глянь мне, что... Но... Плохо видно, конечно, склон сейчас. Из-за того, что не сон, что ветер. Ну, вот сейчас будет нормально. Сверху в 1 недели. Ну, вот красота. Фух. Страшно было? Покинь пустой. Подожди, там снимаешь хочешь? Вот, друзья, лёд, вот он, смотрите, вот, 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 вот. Вот, 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 вот Субтитры подогнал «Симон»